Здравствуйте! В апреле 2016 года, согласно указу президента, были сформированы управления Федеральной службы войск Национальной гвардии, в том числе и в Самарской области. Каковы основные задачи и итоги работы Росгвардии, какие услуги населению оказывает служба, об этом мы будем говорить сегодня. В нашей студии заместитель начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов. У нас прямой эфир. Звоните нам по телефону 202-11-22 и задавайте вопросы. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что на сегодняшний день представляет из себя Росгвардия губернии в качественном и количественном отношении? Что это за службу? Какие у нее задачи? Как вы уже подчеркнули, указом президента России Владимир Владимирович Путином, номер 157, 5 апреля 2016 года, был подписан указ об образовании Федеральной службы войск Национальной гвардии. В войска Национальной гвардии в структуру включены внутренние войска, авиация, СОБРы, ОМОНы, лицензионно-разрешительные системы, внешнеохранные и ГУП охраны МВД России, также перешла в Национальную гвардию. Что касается количественного состава, на сегодняшний день около 33 тысяч сотрудников, 3000 человек, там и вольно-наемные сотрудники проходят у нас службу в именно управлении Росгвардии по Самарской области. Поэтому вот, наверное, это основные подразделения, которые были переданы из МВД и, включены в состав войск Национальной гвардии. А какие основные показатели, которые могут продемонстрировать эффективность работы вновь созданной службы? Потому что даже еще года нет, но я думаю, что первые итоги уже можно подвести. Да, вот как оценить вот эти итоги работы? По каким критериям? Начальником управления Росгвардии по Самарской области были подведены уже итоги в середине января текущего года, итоги именно 2017 года. Ну, те вопросы, специфические вопросы спецподразделений, значит, они подводились, конечно же, отдельно. Что касается курируемых подразделений, это лицензионно-разрешительная система, лицензионно-разрешительная работа подразделений, вневедомственная охрана. То есть здесь они в полной мере в течение 2016 года работали и в составе Министерства внутренних дел и, полномерно перейдя в войска Национальной гвардии, в Росгвардию, значит, эти функции, которые стояли перед нами и задачи, которые ставятся перед нами согласно, значит, федеральных законов, в первую очередь, 226-го, они также продолжались исполняться, и мы в полной мере, скажем так, с достаточно приличным и хорошим результатом закрыли 2016 год. И, в принципе, что касается задач и именно итогов, которые мы подвели, значит, по, если говорить о вневедомственной охране, задачи вневедомственной охраны остаются прежними, это охрана особо важных объектов, значит, охрана согласно перечне постановления правительства Российской Федерации, охрана имущества граждан, объектов, мест хранения имущества граждан, квартир. Значит, у нас на сегодняшний день, наверное, один из показателей именно по вневедомственной охране, в первую очередь, конечно же, это стопроцентная гарантированная, скажем так, охрана, в течение 2016 года у нас не было ни одной кражи с объекта, в принципе, в течение практически последних пяти лет все объекты, которые у нас, объектов у нас около 15 тысяч, квартиры МХИК, в целом у нас около 23 тысяч под охраной, именно вневедомственной охраной находятся, я прошу прощения, 15 тысяч квартир, 5 тысяч объектов, и там около 400 МХИК, это место хранения имущества граждан, это дома, коттеджи, всевозможные гаражи. Если сейчас нас кто-то услышал и тоже решил, вот согласно таким хорошим результатам, обратиться в вашу службу и тоже поставить под охрану вот именно Росгвардии свое имущество, квартиру, либо дом и так далее, куда обращаться? У нас в каждом районе, в каждом районе при, значит, есть, во-первых, у нас есть свой сайт, сайт это раз, во-вторых, у нас в каждом районе, и я думаю, что население знает, в принципе, практически многие подразделения вневедомственной охраны остались на территориях отделов полиции, поэтому мы совместно и работаем, у нас имеются пульты централизованной охраны, у нас заявки принимаются также через, значит, наш сайт, именно по вневедомственной охране, но, в принципе, мы в любой момент можем принять эту заявку и поставить квартиру, объект, это юридические, если говорить о юридических лицах, да, под охрану. И также вот эти сигнальные кнопки тоже существуют, такая же система отработана, если вот что-то, да? Да, кнопки экстренного вызова, они так и остались, то есть, но, к сожалению, мы на сегодняшний день не осуществляем физическую охрану, а осуществляем только техническую охрану, поэтому вот как раз кнопки экстренного вызова полиции плюс сигнализация, охранная сигнализация, это вот получается то, на что мы сегодня реагируем. У нас на сегодняшний день 127 групп задержания в течение суток работает в Самарской области, поэтому, если говорить о разнице с какими-то другими организациями, частными охранными, структурами, да, то есть преимущество есть, ну, во-первых, это сотрудник полиции, внедрительной охраны, Росгвардии, и это сотрудник с автоматическим оружием, находящимся в автомашине с цвета графического окраса полиции, Росгвардии, поэтому я думаю, что и самое главное количество и оперативность... Да, время прибытия существует, да, вот норматив? Время прибытия на сегодняшний день как такового норматива по секундно-поминутного нет, в кратчайшие сроки мы должны прибыть, с учетом, конечно же, сегодняшней обстановки, с учетом сегодняшней обстановки на дорогах, ну, в любом случае, у нас есть карточки, в которых картографически определены маршруты движения, кратчайшие сроки до того или иного объекта или квартиры. Понятно. Дмитрий Викторович, к нам дозвонился первый телезритель на нынешний вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, зовут меня Алексей. Вот скажите, пожалуйста, вопрос такой. Каким образом можно было бы сделать честное охранное предприятие при соединении к совместной работе, вот как работает вот неведовательная охрана, потому что вот как бы в Москве, как бы в Москве есть практика та, что работает совместно с отделом неведовательной охраны по осуществлению охраны правопорядка, и также они пользуются преимуществом. А у нас вот половину частных охранных предприятий можно просто-напросто закрывать. По одной и той причине, что они просто... И от них никакого толка вообще нет, и каким образом там вообще лицензируют, и то, что охранники работают без лицензии, это тоже, конечно, очень большой вопрос к рецензионно-разрешительной службе. Спасибо большое. Мы, в принципе... Можно это вообще? Да, спасибо за вопрос. Значит, что касается частных охранных организаций, я вам хочу сказать, что на сегодняшний день у нас зарегистрировано на территории Самарской области 571 частная охранная организация. По сравнению с 2016 годом, если говорить о закрытиях, о чем говорили, то есть у нас снизилось на 30 частных охранных организаций, в целом количество их было 600 с лишним, вот на сегодняшний день 571. Что касается, кроме контрольных функций подразделениями ЛРР, если говорить сейчас, перейти так плавно с учетом вопроса на лицензионно-разрешительную работу, я хочу сказать, что нами, кроме функций, о которых мы, наверное, еще будем говорить, еще есть контрольные функции по взаимодействию частных охранных предприятий в системе охраны, обеспечения охраны общественного порядка совместно с Министерством внутренних дел на сегодняшний день. То есть у нас с крупными частными охранными предприятиями, которые, конечно же, выставляют и группы быстрого реагирования, и имеют хорошо подготовленных, профессионально подготовленных частных охранников, заключено 618 соглашений, 618 соглашений на совместное взаимодействие, совместное патрулирование, значит, улиц области. Даже не города Самара, а улицы области. Практически в каждом городе у нас имеются частные охранные предприятия. Что касается ГБР, это группы быстрого реагирования, значит, есть группа задержания этого неестная охрана, ГБР, это группы быстрого реагирования. Их у нас 102 находятся на сегодняшний день, и они, в свою очередь, именно находятся в системе единой дислокации вместе с группами задержания, с ГИБДД, с патрульно-постовой службы. То есть у нас имеется в УВД города Самары и в УВД Тольятти имеется такая система, как безопасный город, где все группы быстрого реагирования, все автомашины просматриваются на экране, и мы видим, где какой находится у нас наряд групп быстрого реагирования, и в случае чрезвычайных происшествий или преступлений, или правонарушений. То есть мы можем в любой момент, то есть там у нас в круглосуточном режиме дежурит наш сотрудник лицензионно-разрешительной системы Росгвардии. То есть это взаимодействие налажено, и в полной мере группы быстрого реагирования частных охранных предприятий также обеспечивают охрану общественного порядка. И правильно сказал звонящий о том, что мелкие, конечно же, частные охранные предприятия, они не принимают участие, а то, что касается крупных, то есть здесь они оказывают огромное, огромное оказывают помощь в обеспечении охраны общественного порядка и в патрулировании улиц. Да, спасибо. Дозвонился к нам еще один телезритель. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна, и я хотела бы задать вот такой вопрос. Как бы часто хожу в магазин и иногда наблюдаю такую сцену, что охранники осуществляют досмотр покупателей. Скажите, могут ли они такие действия осуществлять, проводить досмотр? Спасибо. Спасибо. Значит, могу только сказать одно, кратко, наверное, чтобы долго на этом не задерживаться, что досматривать частные охранники не могут, они обязаны вызвать сотрудников полиции. Да, понятно. То есть в отношениях с частными охранными предприятиями Росгвардия взаимодействует, не конкурирует. А еще какие функции, кроме взаимодействия, вы же все равно курируете их работу каким-то образом или нет? Конечно. Но если говорить, опять же, мы говорили о подведении итогов. Я начал правневедомственную охрану. То есть у нас, конечно же, и лицензионно-разрешительная система, она делает очень многое для граждан. У нас, во-первых, 26 государственных функций. То есть согласно указу президента мы 26 функций и 2, извиняюсь, 26 госуслуг оказываем населению и 2 функции. То есть услуги, если говорить простым языком, то есть все, что мы выдаем, не выходя из кабинета, то есть принимаем документы, выдаем разрешение, лицензии, продлеваем их, то есть это все государственная услуга. То есть их 26. То есть на каждую, получается, документ, который мы выдаем или продлеваем, имеются в регламенте свои сроки выдачи. Сроки выдачи, сроки подачи документов, они все определены регламентом и сроки выдачи. Что касаемо госфункции, это вот как раз проверка, получается, частных охранных организаций, то есть выезды. У нас 163 частных охранных организации, которые имеют комнаты хранения оружия. То есть в данном случае, если говорить о контроле за, получается, оборотом оружия и частной охранной деятельностью, кроме лицензирования, мы еще, получается, проводим проверку вот этого оборота оружия. Что есть оборот оружия, это не только граждане, которые имеют оружие. Это тоже такой важный очень вопрос. А если говорить о частных охранных организациях, то это вот именно проверка КХО и как они вообще хранят. И самый вот еще вопрос, основной наш, наверное, конечный результат, если говорить об ЛРР, это в 2016 году у нас не было ни утрат, ни хищения служебного оружия, если говорить о частных охранных организациях. Если говорить о, значит, наших гражданах, которые имеют оружие, я для информации, у нас, получается, около 85 тысяч, я сейчас не буду, уже там 84, 871, допустим. Ничего, мы себе как много. У нас, да, это владельцы оружия, так это не так много, в каком смысле, что у них на руках 142 тысячи оружия, поэтому у каждого не по одной единице, да. И все это немножко трансляет. Я вас, извините, остановлю, потому что у нас еще звонок и ждет человек. Добрый вечер, представьтесь, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, меня Владимир зовут. Я вот хотел бы вопрос задать Дмитрию Викторовичу. Да, слушаю. Дмитрий Викторович, скажите, пожалуйста, я вот никогда не был владельцем оружия, вот решил им стать. Вот первоначально, с чего мне нужно начать, что я должен какие-то действия выполнить? Значит, ну что касается, спасибо за вопрос, что касается владельцем оружия стать, ну в первую очередь это, конечно, человек, гражданин должен достичь 18-летнего возраста, значит, это для гладкоствольного оружия. Если, кстати, говорим о травматическом оружии, то с 21 года. То есть тоже здесь такой есть небольшой разбег, скажем так. Но первое это отсутствие медицинских противопоказаний, то есть у нас сейчас справка форма там 202, 203, но это уже, можно всю эту информацию, конечно, уже узнать у нас в центре лицензионной разрешительной системы и во всех подразделениях, которые у нас существуют по области. Их у нас 10 в общей сложности, подразделения именно Росгвардии по Самарской области. Следующий, третий момент это отсутствие судимости, потом пройти нужно соответствующую подготовку в НОУ. Это наши школы, значит, образовательное учреждение, негосударственное образовательное учреждение. И после этого сдать зачет, и, в принципе, человек готов для получения гражданского оружия. А зачет где сдавать? Зачет там же сдается. Там же, понятно. Да, на зачеты выезжаем мы, принимаем этот зачет, наш сотрудник лицензионной разрешительной работы. Это кто впервые именно получает оружие. Если планируется приобретение огнестрельного оружия, то дополнение нужно еще иметь и предоставлять охотничий билет. Это уже технический вопрос. А скажите, пожалуйста, если человек, гражданин отслужил в армии и, естественно, стрелял, вот это как-то учитывается? Нет, ничего не учитывается. Но сотрудники полиции, так как за мной, допустим, закреплено оружие, то если я впервые иду сдавать, я уже не сдаю никаких экзаменов, потому что в любом случае я уже зачет сдал при получении оружия служебного, скажем так. Поэтому здесь есть некоторые... Понятно. Ну да, разница есть. ...скидки, скажем так, на... У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый. Меня зовут Михаил. Хотел бы устроиться в частную охранную организацию, работать там в законном. Как стать законным частным охранником? Угу. Законным. Ключевое слово здесь, наверное, да. В законном месте есть документ, да. Но я хочу сказать, что касается трех первых пунктов, я так быстро 18 лет, значит, чтобы достижение 18 лет, это то же самое, что и на гладкоствольное оружие, потом медицинские противопоказания. Не должно быть никаких отсутствий судимости. Значит, тут уже вопрос обучения проходится. Также в образовательном учреждении сдается экзамен, внутренний экзамен сначала, потом сдается периодическая проверка, которая ежегодно потом частный охранник сдает в процессе, скажем так, своей работы. Если пока он работает, то есть он ежегодно должен подтвердить свою квалификацию. В принципе, там, что касается госпошлин, и, значит, с учетом разряда специалиста, я имею в виду специалиста, частного охранника. То есть здесь уже разнятся немного, но государственная пошлина, допустим, за получение удостоверения 2000 рублей. И приемные дни у нас в центре лицензионно-разрешительной, кстати, если говорить и вообще в целом в лицензионно-разрешительной системе, это вторник-пятница с 10 до 17, каждый вторник-пятницу и первая суббота каждого месяца. Да. Если у граждан есть недовольство работой сотрудников ЧОПа, они могут тоже вот обращаться в вашу службу? Вы можете как-то на это реагировать? Конечно. Входит в вашу предназначение? Ну, мы, это один из, на сегодняшний день, наверное, рычагов, скажем так, влияния на и выявления нарушений, если они существуют. То есть я не хочу сказать, что много, но на протяжении, скажем так, года, в любом случае, ежемесячно у нас по 2-3 заявления от граждан приходят к нам в Росгвардию по тем или иным, ну, поведению просто частных охранников, там, допустим, в тех или иных ситуациях. Поэтому мы разбираемся, разбираемся, администрируем, наказываем, то есть административный протокол составляем. Где-то, может быть, достаточно и профилактических бесед, если не выявлено какие-то конкретные нарушения в его организации несения службы. А вот на ваш взгляд, как эксперт, а подготовка сотрудников ЧОПов, она сегодня на каком уровне? Потому что, вот помните, был случай в Санкт-Петербурге, когда вот бабушку-блокадницу там кто-то в магазине за пакетик масла что-то там с ней сделали? И вообще много таких случаев недоразумений возникает вот именно в поведении вот ЧОПовцев в отношении клиентов и так далее. Вот с этим что делать? Как повышать квалификацию? Я хочу сказать, что после назначения на эту должность я встречался со всеми директорами обучающихся организаций и мы с ними обсуждали этот вопрос. Они сами, конечно же, понимают прекрасно, что на сегодняшний день, наверное, если по педибальной системе, но на 3 с плюсом на сегодняшний день, наверное, можно оценить профессиональные качества частных охранников. Если говорить, это вот именно мелких частных охранных организаций, о которых тоже мы говорили. Если говорить о крупных, о ведомственных охранах, это тоже входит в нашу юридикцию, скажем так, это и Газпром, Роснефть, то есть Транснефть. То есть они, конечно же, подготовка у них на более высоком уровне. Есть крупные организации, частные охранные организации, которые с нами взаимодействуют по, о чем мы также говорили, по обеспечению охраны общественного порядка. То есть, конечно же, там даже вплоть до того, что наши сотрудники, сотрудники МВД, с кем взаимодействие происходит, то есть инструктируют как минимум, даже если он что-то не знал, то достаточно давно уже, в течение двух лет сейчас мы работаем, взаимодействуем и по патрулированию, и по взаимодействию с ГБРами. То есть здесь, в данном случае, обучение происходит, как говорится, не только в структуре самого частной охранной организации и школы, но и совместно с Министерством внутренних дел. К нам поступил еще один вопрос. Работаю, секьюрити, фирма на 22-м партсъезде. Находится, имеется у нас оружие МП-471-10 на 23. Это оружие признано травматическим, а нас заставляют проходить комиссию, сдавать экзамены, как на боевое. И каким образом это прекратить, потому что, на мой взгляд, на взгляд Дмитрия, это незаконно. Давайте мы определимся так. У меня есть служебный телефон. Если это интересно, конечно же, я могу его продиктовать. Конечно, по каждому факту нужно разбираться. Сейчас я не могу дать какой-то ответ конкретный. Может быть, где-то здесь... Телефон Дмитрия оставил свой. Можно? Отлично. Мы тогда запишем, обязательно с ним созвонимся, определимся и эту ситуацию ему поясним или поясним руководству его частной охранной организации. Есть ли возможность у граждан, которые хранят дома оружие и понимают, что это не совсем законно, так скажем мягко, сдать его, обратиться в службу? И что им за это будет? Я хочу сказать, что у нас операция оружия проводилась в 2016 году. Нам выделялось с бюджета 300 тысяч рублей. То есть, в принципе, это даже в какой-то степени поощряется, находят оружие какое-то, сдают его. На 2017 год также мы планируем эту операцию. Планируют не только мы в Самарской области, но и в целом по России, потому что это такая всероссийская операция. И в каждом регионе выделяются денежные средства для поощрения тех граждан, которые сдают оружие. Сдать можно, и это еще будет поощрение. Такой вопрос житейский, так скажем. Не у всех у нас есть оружие, не все претендуют на то, чтобы иметь оружие. Но вот вопросы самозащиты становятся актуальнее и актуальнее. Что можно в частном порядке использовать, и за это не будет никакого наказания? Значит, согласно статистике, если я говорил вам о 142 единицах оружия, на сегодняшний день самое большое количество это гладкоствольное оружие, это 87 тысяч. Потом идет после гладкоствольного оружия, оружие ограниченного поражения. То есть, это и есть вот это травматическое оружие. Его у нас у нас у населения около 30 тысяч. Поэтому в данном случае вы имеете право его покупать, вы обязаны также сдать все, что касаемо гладкоствольного оружия, как я сказал, 18 лет, опять же, не иметь судимость. То есть, все, процедура сама получения разрешения, она практически такая же, как и при получении гладкоствольного оружия. То есть, в данном случае и хранение его, значит, сейф или металлический шкаф, ящик, то есть, в любом случае, все это единственное, конечно же, травматическое оружие имеет право населения носить с собой в кабуре. Вот. И ни в коем случае, конечно, находиться в трезвом состоянии, в трезвом уме, как говорят, и, конечно же, не находиться с оружием в местах массового скопления граждан, потому что это тоже запрещено. Ну, и не пропустят, наверное, потому что у нас сейчас выставляются пранки, да? Конечно, конечно. А что касается вот холодного, ножей, баллончики, это можно? Ну, холодное оружие у нас является, то оружие, которое мы регистрируем, холодным оружием, только то, которое имеет номер, номерацию. То есть, все вот кинжалы, вот продающиеся, то есть, они, если оно имеет номерацию, если не имеет номерацию, а является, не знаю, там, подарочными вот этими всевозможными, ну, конечно же, они тоже имеют боевой вид, скажем так, но на сегодняшний день именно так. То есть, есть номер, обязаны его зарегистрировать. Понятно. Да, спасибо за уточнение. Сложно устроиться в Росгвардию на работу? Вот мы даже уже слышали звонок. И какие особенности у этой службы, и есть ли, может быть, даже вакансии, если у вас есть такая информация? На сегодняшний день, по информации, именно я и владею, у нас 4% некомплект, я, как уже сказал, около 3000 у нас, общее количество сотрудников, которые проходят службу. Вот 4%, значит, у нас есть некомплект, есть некомплект во вневедомственной охране. В неведомственной охране, наверное, самый такой большой некомплект по сравнению с другими подразделениями. Поэтому, ну, что касается неведомственной охраны, все осталось так же, как и в полиции, медицинская, также медицинская комиссия, армия. Значит, у нас там сержантский состав, сержантский состав, самое вот именно большое количество именно сотрудников групп задержания, о чем мы сейчас с вами говорили, те, которые обеспечивают охрану общественного порядка и обеспечивают сохранность имущества граждан. Понятно, вакансии есть. Есть. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Мария, вот можно такой вопрос? У меня квартира охранялась частным охранным предприятием, по каким причинам у них там, ну, какие-то проблемы. И так как у меня есть уже оборудование в квартире, каким образом, ну, безболезненно перейти под вневедомственную охрану с этим же оборудованием? Это возможно или нет? Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что на сегодняшний день различные виды оборудования у нас имеют место быть, то есть на рынке, скажем так, охранных услуг, назовем так. У нас подразделение, о чем я также говорил вначале, в ГУП охрана имеется, который именно занимается установкой и обслуживанием в дальнейшем. То есть у нас заключается трехсторонний договор. То есть устанавливаться обязательно все-таки, да? Нет, я имею в виду вообще, для того, чтобы под охрану взять, устанавливать обязательно. Если есть, мы с этой ситуацией сталкивались очень часто, очень часто, то есть нужно, чтобы сотрудник, специалист, техник прибыл, посмотрел, и может ли эта система состыковаться с нашей системой, я имею в виду именно пультов централизованной охраны. Потому что мы сейчас работаем именно с российскими производителями, то есть многие граждане в свое время ставили импортное производство, всевозможные системы. Они на сегодняшний день не проходят по всем нашим СНИПам и по всем нашим приказам, то есть мы с ними не работаем в связи с тем, что они дают определенные сбои. Так что в зависимости от того, что установлено у человека, который задал этот вопрос. Можно пригласить и вашего специалиста, и он проконсультирует. Ну да, это все в районе, именно по месту жительства, там есть в каждом районе области пульты централизованной охраны. Что ждет сотрудников Росгвардии в наступившем году в качестве каких-то, я не знаю, станут ли они военнослужащими, такие перспективы, медицинское обслуживание, социальное, что-то вот в этом отношении, именно по отношению к сотрудникам делается? Знаете, я, наверное, во-первых, неуполномочен в какой-то степени говорить. Ну, чтобы привлечь, вы говорите, есть вакансия, сказать, что это преимущество. Я хочу сказать, что на сегодняшний момент все сотрудники также проходят отбор, также проходят отбор медицинский. Проходят этот отбор они в поликлиниках МВД, ну, во-первых, по месту жительства где-то, если впервые, потом, значит, поликлиника МВД. Так что здесь пока каких-то разниц между, скажем так, подбором в МВД и в Росгвардию. Я вам хочу сказать, что и в Министерство внутренних дел достаточно серьезный отбор, последнее особенно время, поэтому здесь и психологи, и всевозможные тестирования, поэтому здесь это все пока на сегодняшний день взято из системы Министерства внутренних дел. И она говорит о том, что из большого количества, скажем так, проходящих всю процедуру подбора, небольшой процент граждан проходит на службу и в МВД, и в Росгвардию. Да, но это, конечно, дело ответственное, сложное, как говорится, наша служба и опасна, и трудна. Спасибо вам большое за то, что пришли, ответили на вопросы телезрителей, на мои вопросы за эту важную, полезную информацию. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok